Привет! Вы смотрите канал Жизнь в Украине и Лафин в Украине. Сегодня я расскажу вам страшную правду, которую не показывают российские СМИ, которую российская правительство скрывает со своих граждан. Граждане России пришли в Украину и убивают украинцев. Убивают при помощи оружия, различной техники. Они пришли на чужую землю, чтобы ее захватить, чтобы захватить наши ресурсы и установить свою власть. Они пришли не по своему уму, а под руководством правительства России, в первом числе Владимира Путина и тех, кто с ним работает. Кто эти граждане? Это фашисты, это каратели, это убийцы, это оккупанты. Это те самые каратели, которые пришли на землю и убивают обычных мирных украинцев. К сожалению, вам этого не показывают в телевизоре. И вам не показывают, как российские солдаты, открыто, уже не прячась, уже не срезая свои военные нашивки, не прячась свои военные пологи, на технике ракетами бомбят города, бомбят минами, бомбят бомбами, стреляют людей, стреляют в жилые кварталы, устанавливают минометные установки прямо во дворах больниц, детских садиков. Это происходит на территории Луганской Донецкой области. Эти люди пришли в Украину не по своей воле. Солдатами управляют командиры. И когда солдат посылают на задание, им не говорят, что они приезут в Украину и будут стрелять в мирных граждан. Им рассказывают какие-то сказки о том, что они прибудут на какую-то территорию, где ходят фашисты-бандеровцы и убивают мирных жителей. Но получается все наоборот. Те, кто считают себя освободителями и приходят, якобы, очищать землю фашистов-бандеровцев, становятся самими фашистами и убивают мирных граждан. Так происходит в Луганской Донецкой области. Почему этого не показывают по телеканалам России и не пишут в СМИ, я не могу понять. И все, хотя не все в это верят, но очень много людей этим зомбировано. Это поддерживается на государственном уровне. Для этого заставляют первых лист государства, известных звезд, известных писателей, также ствердить, что вот все вот так правильно. И якобы есть какие-то оплаченцы, а власть не действительно хунта. Уважаемые, вы лоханулись, на действительное власть. В нашем парламенте Верховной Рады был избран народом, не помню точно два или три года назад, действующим народом, еще в предыдущем президенте Януковича, это было все действительное законом. Так же самое и сейчас наш президент Петр Порошенко выбран на выборах нашим народом. У нас нет никакой хунты, я вообще не понимаю, что вы называете хунтой. У нас законная власть. Пожалуйста, заберите свое оружие, уйдите к себе в Россию, и разбирайтесь со своим Путиным, делитесь с ним, хотите, встреляйте в него, нам вы здесь не нужны. Мы будем защищать свою страну до последнего. Вам не рассказывают, сколько убито русских солдат, и как их присылают в танковых гробах, или это груз, это 200, сколько на самом деле официально не сообщается, родственникам абсолютно не сообщается. Уважаемые женщины России, матери, сестры, дочери, ваши мужья, сыновья, братья, отцы воюют в Украине, не знаю, зачем они здесь воюют и за что. Потом их убивают, они или валяются в земле, или их прикапывают, или их куда-то везут в Россию. Вы никогда в жизни не узнаете, где умер ваш брат или ваш муж, и что с ним случилось. И это уже пошло на счет тысячи. Тысячи россиян погибли в Украине. За что? Ради чего? Зачем это было нужно? Подумайте сто раз, когда вы отпускаете своего мужа якобы бороться с выдуманными бандеровцами, фушистами, правым сектором. Хорошо подумайте, потому что сегодня вы отпускаете туда живого мужа, завтра вам пришлют в танковый гроб, или вообще ничего не пришлют, или вы никогда не узнаете, где он. Стоит ли это того? Стоит ли это того, чтобы семья лишалась кормильца, брата, мужа и отца? Думайте мозгами, а не телевидением. Смотрите не только ваши русские СМИ. Посмотрите альтернативные, посмотрите... Не знаю, почему-то россияне очень ненавидят Америку. Посмотрите другие, пожалуйста. Выбирайте любую страну. Посмотрите, что на самом деле происходит. Вам этого не показывают, вам этого не рассказывают. Российская армия вторгнулась в Украину, напала на Украину, захватила часть украинских землей. До сих пор официально Кутин этого не признал. Это официально не признал Министерство иностранных дел России. Они рассказывают сказки, что нет никакой войны, и нет русских солдат в Украине. Но это чистой воды ложь. Я рекомендую вам смотреть такие каналы, как наш. Искать радиоинформацию от очевидцев того, что происходит, а не от журналистов, которые перекручивают и рассказывают так, как им заказали, как им выгодно. Вы не найдете там правды. И думайте мозгами... Есть много ваших соотечественников из России, которые живут в других странах и даже живут там, и не видят, что на самом деле происходит в Украине. Посмотрите, поищите их каналы, поищите, что говорят они, если вы не верите нам украинцам. Сегодня интернет, газеты, телевидение, все буквально завалено словами каратель, фашист, убийца, оккупант. В основном это каратель и хунта. Кто же такой каратель? Я открою вам страшную правду. Каратель, фашист, нацист. Тот, кого мы сравним с фашистской армией Гитлера, сегодня это граждане России, это российский солдат. Именно он и есть фашистом карателем, который пришел в Украину и убивает мирных граждан. Никто иной. А также люди из других стран, наемники. Я не отрицаю, что есть люди из других стран, не только из России. Есть такие и украинцы, которые продались им за деньги, не знаю, или за 100 долларов, или за 200 долларов в сутки, тоже готовы идти убивать мирное население. И строить выдуманные республики, революции, свергать якобы незаконное правительство, какую-то хунту. У нас нет хунта. Я не знаю, где вы взяли хунту. Вообще откуда такой бред? Что сейчас, уважаемые, именно русские солдаты с ассо-вирусом у нас с нацистами и фашистами. Солдат России это фашист, это нацист, это тот самый каратель, которым вы постоянно ищите новости у нас в интернете, пишете это в поиске. И те, кого называете воплощенцами, это также те же самые каратели, фашисты, нацисты, убийцы и прочие-прочие, как хотите так и называйте.